В школу сточу портфель тяжелый, прихожу туда, достаю все это, делаю. Потом прихожу домой, собираю портфель, делаю уроки до вечера. У меня целый день нужно это сказать, а мать подняйте, я так заканчиваю, он в глазах пустит. Ты учиться не хочешь? Ты школу не хочешь? Нет, ты в школу приходишь, тоже сидишь на уроке спокойно, Никит. Сижу, морковь мою ломаю эти знания, сижу-пижу руками, хватит, хватит, хватит. Саню Тоникая, 15, 3, слезы. Савадхи. Благословенный сказал. С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше, слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем, Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше. Слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Великолепно, монахи! Превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше, слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго, для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго, для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Гелана Сута. Болен. Сам Ютаникая 55-54. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев в Капилаватху в парке Негротхе. И тогда группа монахов изготавливала одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. Маханама из клана Сакьев услышал. Группа Пхикху изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, господин, я слышал, что группа Пхикху изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. Но я не услышал и не узнал в присутствии самого благословенного о том, как мудрого мирянина, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставлять другой мудрый мирянин. Маханама мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставляться другим мудрым мирянином этими четырьмя утешениями. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Буду. В самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Пусть почтенные успокоятся. Ты обладаешь подтвержденной верой в Тхам, Тхама превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Пусть почтенные успокоятся. Ты обладаешь подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Пусть почтенный успокоится. Ты наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. После того, как мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, получил наставление от другого мудрого мирянина этими четырьмя утешениями, его следует спросить, волнуешься ли ты о своем отце или матери? Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своем отце или матери, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своем отце или матери. Если он скажет «Я отбросил свое волнение о своем отце или матери», то его следует спросить, волнуешься ли ты о своей жене и детях? Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своей жене и детях, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своей жене и детях. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своей жене и детях, то его следует спросить, волнуешься ли ты о пяти нитях человеческих чувственных удовольствий. Если он ответит да, ему следует сказать, небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасные и возвышенные, нежели человеческие чувственные удовольствия. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на дэвов мира четырех великих царей. Если он скажет мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствий и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимса куда более прекрасные и возвышенные, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимсы. Если он скажет «Мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов Таватимсы», то ему следует сказать «Куда более прекрасный и возвышенный, нежели дэвы Таватимса, дэва Ямы. Дэва Туситы. Дэва Немонарати. Дэва Паранимитавасавати. Мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели дэва Паранимитавасавати». Так что, пожалуйста, отведи свой ум от Дева в Паранимитавасавате и настройся на мир Брахмы. Если он скажет «Мой ум отведен от Дева в Паранимитавасавате и настроен на мир Брахмы», то ему следует сказать, даже мир Брахмы, друг, непостоянен, неустойчив, входит в самоопределение. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение личности. Если он скажет «Мой ум отведен от мира Брахмы», я направил его на прекращение самоопределения, то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет, то есть нет разницы между одним освобождением и другим. Накхасикхасута, Нанокте. СН 13.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда Благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, великая земля больше. Горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с Великой землей та горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг Суддхамы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях. Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества. За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождениям. Пакхарани Судда, Прут. СН 13.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в пятьдесят йоджин, один, длиной, пятьдесят йоджин шириной и пятьдесят йоджин глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг тхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Один, Еджана составляет примерно 10 километров. Под Дхамасом Пхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 1. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек вместе встречу и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махе, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды вместе слияния этих великих рек? Учитель, воды вместе слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Сампхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 2. СН 13.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы в месте встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравти, Сарабху, Махе, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижений Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммы Махападха Весутта, Великая Земля 1. СН 13.5. В Савадхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною юбы или великой земли? Учитель, великой земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы – практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерной и юрбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутио Махападха Висутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерной и юбы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались? В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий Океан 1. СН 13.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого Океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом Океане? Учитель, воды в Великом Океане больше. Извлеченные две или три капли воды – практически ничто. В сравнении с водой в Великом Океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью воды в Великом Океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиомы Хасамудда Сутта, Великий океан 2. СН 13.8. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхаматаббатупама сутта, гора 1. СН 13.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Пагбатупама Сутта, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималайев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Гималайев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Падбатупима Сутта, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя всех гор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положены туда, или Синеру, царь всех гор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников-приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы.